МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Все предприятия оборонно-промышленного комплекса Самарской области обеспечены заказами. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал на совете приполномочным президентом ПФО. Ведутся работы по устранению повреждений на водоводе в ЖК Лесная Поляна. Городские власти провели совещание с ресурсоснабжающей организацией. Специалисты устраняют повреждения водовода на улице Мичурина и Клинической, как организована подача воды в дома. Бесплатно приобщиться к физкультуре и спорту в рамках акции Самаров движения где проходят занятия для всех желающих. Футболисты Акрона продолжают победную серию на старте первой лиги. Баскетбольный клуб Самары и хоккейные Ладо продолжают комплектовать свои составы. А самарский пятиборец стал призером международных соревнований. Все подробности в рубрике «Новости спорта». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совете при полномочном представителе президента Российской Федерации в ПФО, который прошел в Нижнем Новгороде. Его провел полпред глава государства Игорь Комаров. Совещание было посвящено вопросу координации работы органа власти по обеспечению бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в округе. В Самарской области в сфере ОПК работает целый ряд предприятий. Все они обеспечены заказами. Содействие стабильной работе оборонно-промышленного комплекса – одно из приоритетных направлений работы губернатора и правительства региона. Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с трудовыми коллективами на предприятиях ОПК. Вместе с руководителями компании анализируют актуальные вопросы и планы развития, обсуждают необходимые меры поддержки по тем или иным направлениям. В администрации города прошло совещание по вопросу водоснабжения жилого комплекса «Лесная поляна» на улице Демократической. Его провела глава Самары Елена Лапушкина. В совещании также приняли участие руководители профильных департаментов, глава Кировского района, представители управляющих компаний, обслуживающие дома в жилом комплексе и ресурсоснабжающие организации. Обсуждали как оперативную работу, так и решение на перспективу, которая позволит в будущем избежать подобных ситуаций. Подробности в нашем сюжете. У насосной станции в жилом комплексе «Лесная поляна» на Демократической снова кипит работа. Насосы, которые обеспечивали жителей водой, вышли из строя после того, как прошел дождь и камеру подтопило. А случилось это из-за того, что застройщик изначально установил насосы с техническими нарушениями. В работе по восстановлению подачи холодной воды задействованы все необходимые службы. Специалистами ведется демонтаж насосного оборудования и спайка новой байпасной линии, которая позволит уже сегодня запустить водоснабжение на пониженном давлении, пока будут ремонтировать основные насосы. Таким образом вода сможет дойти до потребителей первых этажей. Новая спайка позволит запустить данную водопроводную линию, но на пониженном давлении. Те насосы, которые сейчас демонтированы, они отвезли в специальный электроцех, где будут проходить сушку так называемую. Завтра сушка будет проходить до 12 часов дня, потом уже будут пробовать ее, эти насосы запустить. Чтобы решить проблему не только на оперативном уровне, но и в долгосрочной перспективе, глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с руководителями профильных департаментов, главой Кировского района, представителями ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний. Чтобы как можно быстрее жители смогли получить ресурс в полном объеме, за счет средств управляющих компаний планируется приобрести два новых насоса. Специалисты уже начали поиск нового оборудования у поставщиков, в том числе в других городах. Ситуация осложняется тем, что производитель ушел с российского рынка, а при покупке российского аналога придется менять всю схему подключения. В настоящее время сложилась ситуация так, что необходима покупка двух новых насосов. Все денежные средства собраны на текущий ремонт, они аккумулируются на резервном счете управляющей организацией, то есть покупка этих насосов будет за счет средств текущего ремонта, которые уже собраны по факту на сегодняшний день. Деньги сдавать, конечно же, не надо. Эти деньги будут браться либо с содержания, либо с текущего ремонта. Это все у нас будет на общем собрании, вопрос решен. Я думаю, жители войдут в положение, поймут всю создавшуюся ситуацию. Помимо технической стороны вопроса, есть еще и юридическая. На сегодняшний день сети водопровода и канализации находятся в конкурсной массе банкротящейся управляющей компании. Руководством мэрии совместно с собственниками жилья принимаются меры, чтобы исключить данные инженерной сети из конкурсной массы и передать их на безвозмездной основе в муниципальную собственность. Эта процедура строго регламентирована и займет около полугода. Совершенно точным людей не бросим. И бойлер будет, воды стоять постоянно до тех пор, пока стабильная вода не придет в дома. Ну и, конечно, будем продолжать работу на данной территории до тех пор, пока проблема не будет устранена. После передачи в муниципалитет и подписания консессионного соглашения с ресурсниками насосная станция будет полностью переоборудована. Планируется построить новое помещение с соблюдением всех технических требований. Вынос коммуникаций с подземли позволит избегать контактов с водой и выхода оборудования из строя, что, в свою очередь, надолго продлит срок службы насосов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Специалисты и ресурсоснабжающие организации продолжают устранять последствия повреждения водовода в Ленинском районе Самары. Напомню, оно произошло утром во вторник, недалеко от пересечения улиц Клиническая и Мичурина, на парковке торгового центра. Участок был перекрыт для проведения необходимых работ. Специалисты выявили поврежденный участок. Заменить необходимо около пяти метров трубы. В соседних домах холодную воду подключили по временной резервной схеме. Чтобы восстановить основную водную магистраль, потребуется около суток. После чего восстановят сквер, который был благоустроен в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обещают, что завтра до 12 часов дня полностью будет устранено все повреждения. Установлена новая труба, новый участок трубы. И благоустройство обещают восстановить в середине дня пятницы. В Самаре продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Этой ночью рабочие начали укладку асфальтобетонного покрытия на улице Солнечной. Стоит отметить, что полностью дорогу перекрывать не стали. Транспорт свободно мог передвигаться. За ходом работ наблюдала и наша съемочная группа. На улице Солнечной минувшей ночью вновь работала строительная техника. Бригада подрядной организации на ранее отфрезерованном участке начала укладывать на проезжую часть асфальтобетонную смесь последнего поколения «ЧМА-16» на полимерно-битумном вяжущем, что обеспечит высокую прочность нового покрытия. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся от улицы 22-го портьезда до улицы Нововокзальной. В целом дорожное покрытие обновят на площади 23 тысячи квадратных метров. К сегодняшнему дню 3600 квадратов уже с новым дорожным полотном. Подрядчик задействует бригаду, состоящую из 12 дорожных рабочих. Асфальтоукладчик, два катка, несколько камазов для подвоза горячей смеси, а также экскаватор-погрузчик, мини-погрузчик и трактор. Вспомогательная техника необходима для уборки территории. Укладка происходит с захватками. Сначала одну полосу нижнюю по уклону, потом вторую полосу с горячим швом. Перед укладкой на участке завершены работы и на инженерных коммуникациях. На объекте более 120 смотровых люков и ливневых колодцев. Использование современных материалов и технологий – обязательные условия реализации дорожного нацпроекта. На участке по улице Солнечные, как и на остальных дорогах местного значения, обновляемых на средства нацпроекта, установили бесшумные антивандальные люки смотровых колодцев. Они оснащены резиновой вставкой и затвором для минимизации случаев краж крышек и предотвращения шума. Кроме того, люки заблаговременно подняли на проектные высотные отметки вровень с новым дорожным полотном. За работой наблюдают региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов и депутат Городома Вячеслав Звягинцев. На сегодняшний момент большинство дорог уже отремонтированы, идет процесс сдачи заказчику, остальные дороги в процессе окончания работы. На данном этапе мы находимся на улице Солнечной, где подрядчик везет укладку асфальтобетона. Это щема 16 на ПБВ. Марка, я думаю, лучше всего работает на нагруженных дорогах, такие, как у нас в Самаре, например, с точки зрения и колеи образования, и обычного износа. Там, где мы находимся сейчас, улица Солнечная, это практически центральная магистраль Солнечного микрорайона. По сути, это дублер улицы Новосадовые. Естественно, когда здесь проходят ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ну, это здорово и замечательно, потому что это все люди видят и понимают, потому что эта дорога ведет не только во дворы большинства наших жителей, но и, например, к социальным объектам. Это школы 139, школы 149. И к сентябрю месяцу, как раз, я думаю, люди, кто возвратится с дач, кто поедет в школу своих детей отвозить, наверное, очень оценят правильно то, что происходит. И общественники, и специалисты на связи с жителями, которые нередко интересуются, в чем необходимость вести основные работы в ночные смены. На встречах поясняют, что в это время суток нет интенсивного трафика, можно справиться с ремонтом более оперативно. Если укладку покрытия организовать днем, то будут созданы значительные помехи для движения транспорта, включая общественные, он следует и по улице Солнечной. Участники контрольных мероприятий повышенное внимание уделяют всем этапам ремонта, соблюдению сроков и, главное, качество. Отмечают, что к подрядчикам, исполняющим муниципальные контракты, есть замечания, но они локальные. Недочеты, как правило, исправляют в режиме онлайн или в кратчайший срок. На объектах, помимо специалистов подрядных организаций, всегда присутствуют представители заказчика, кураторы. На участки выезжают дорожные лаборатории. В частности, подтверждается соответствие рецептуре смеси с НИПом и ГОСТу, следят за температурой асфальтобетона при укладке покрытия. Специалистами строительного контроля выполняется визуальный контроль, выполняется отбор смеси, отбор проб из данной смеси. Лаборатория ТМБУ Дорожное хозяйство выполняет испытания этой смеси. Зерновой состав, физико-механические свойства данных проб. Производится инструментальный контроль трехметровой рейки «Кондор» на просадки, на проверку дождеприемников, люков, дабы они не были просажены, ну и на уклон, чтобы вода стекала. Гарантия на дорожное покрытие из ЧМА-16 составляет 5 лет. В течение этого срока подрядчик в случае возникновения недочетов будет устранять их за свой счет. Все работы по ремонту улицы Солнечной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется завершить к концу июля. Вопросы, связанные с улучшением транспортной инфраструктуры, в числе приоритетных для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Они находятся на контроле областных и городских властей. По состоянию на сегодняшний день в Самаре из 42 объектов на 33 работы закончены. Благодаря нацпроекту отремонтированы уже около 35 километров дорог. Ведется обновление еще восьми участков. Светлана Кудрявцева, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В Самарской области продолжается подготовка к выборам, которые пройдут 8, 9 и 10 сентября. Жителям региона предстоит определить, кто займет должность губернатора Самарской области, а в отдельных муниципалитетах проголосовать за кандидатов и депутатов в представительные органы власти. О кандидатах, выдвинутых на выборные должности, и особенностях дальнейшей подготовки ко дню голосования, рассказали на брифинге общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. В Самарской области завершилась процедура выдвижения кандидатов на пост губернатора. Для участия в избирательной кампании своих представителей направили различные политические партии региона. За процедурой выдвижения и регистрации кандидатов следят члены общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. По словам председателя штаба Павла Покровского, завершение этапа выдвижения кандидатов и определение пофамильного списка потенциальных претендентов на должность губернатора – важная веха в политической жизни Самарской области и в жизни каждого избирателя. Выборы будут в Самарской области действительно на конкурентной основе. Это выборы, которые будут представлять реальный выбор для населения, сделать именно по кандидатуре губернатора нашего региона и сформировать повестку завтрашнего дня Самарской области. Мне хочется отметить, что это представители, которые представляют разные возрастные группы, которые представляют разные отрасли и профессии. Одна партия является не парламентской и поэтому, конечно, это дает очень серьезную возможность для ее дальнейшего участия в политической жизни региона. По словам сопредседателя штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента Нотариальной палаты Самарской области Галины Николаевой, сбор подписей в поддержку кандидатов на выборные должности проводился под пристальным вниманием Нотариата Самарской области. Нотариат Самарской области, как всегда, сработал практически на опережение. Были организованы, централизованы оформления подписей за кандидатов от партии и порядка тысячи подписей депутатов различных местных уровней были засвидетельствованы установленным законом порядки. Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке на территории Самарской области будет вестись независимое общественное наблюдение. Стать наблюдателями могут все активные неравнодушные граждане региона, достигшие 18 лет. Продолжается процедура набора независимых наблюдателей на избирательные участки нашей Самарской области. И я приглашаю всех жителей неравнодушных, которые принимают активное участие в формировании завтрашнего дня, прийти, обучиться и потом в единый день голосования, который, напомню, будет проводиться 10 сентября 2023 года, принять участие именно в процессе общественного наблюдения. Все общественные наблюдатели будут проходить обучение, в ходе которого квалифицированные педагоги расскажут о тонкостях избирательного законодательства и особенностях работы на избирательных участках в дни голосования. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Далее коротко о других темах дня. Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из России со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Это следует из поправок, одобренных Комитетом Госдумы по обороне. Ранее стало известно, что призывной возраст в России с 1 января следующего года составит от 18 до 30 лет. Переходного периода не будет в связи с военно-политической обстановкой, следует из поправок. Срочникам разрешат заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении. По решению президента регионы смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам в период военного положения и мобилизации. Специализированные предприятия для обеспечения безопасности и борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие. В Самарской области за первое полугодие объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса составил 770 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по поддержке малого бизнеса. Предпринимателям доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов, которые реализуются через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации. Всего за первое полугодие было заключено более 53 тысяч договоров. Отмечается, что такая поддержка была оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Самарские правоохранители провели на территории железнодорожного вокзала мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства среди прибывающих на территорию областного центра. По итогам проверки выявлено 30 нарушений. В отношении одного из жителей ближнего зарубежья составлен административный протокол за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Отсутствие соответствующих разрешающих документов. Решается вопрос о его выдволении. Еще 29 человек привлечены к ответственности за нарушение правил въезда в страну. Сотрудники полиции напоминают, что проверки на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Самаре жителям Донецкой Народной Республики доступна высокотехнологичная медицинская помощь. Это стало возможным благодаря соглашению о дружбе и взаимопомощи, которое заключено между Самарской областью и городом Снежное в ДНР. Уже 22 пациента из Снежного прошли лечение в клиниках Самарского медуниверситета. О том, какую помощь получают жители Снежного, расскажет Галина Топилина. Лариса Раинская приехала лечиться в Самару из города Снежное Донецкой Народной Республики. Рассказывает, до выхода на пенсию работала медсестрой. Много времени проводила на ногах. 16 лет назад начались боли в тазобедренном суставе. Тогда в Донецке ей прооперировали ногу. Но сейчас начались боли уже в другой ноге. Стало невозможно передвигаться и вести полноценный образ жизни. Женщина попала на прием к самарскому ортопеду, который вместе с другими специалистами приехал в город Снежное для оказания медицинской помощи местному населению. Дмитрий Труханов, Вадим Викторович, большому спасибо. Он меня хорошо выслушал, посмотрел. У меня были снимки двухгодичной давности с Донецка. И сказал, вам срочно нужно делать операцию, потому что нагрузка идет на эту оперированную ногу. Поэтому этот сустав нужно тоже спасать. Я как-то не ожидала даже, вообще не ожидала. Он мне дал проходить все анализы всех врачей. Говорит, Лариса Владимировна, вы готовы ехать на операцию? А я без раздумий говорю, да, конечно, готова. Через месяц после этого приема Ларису прооперировали в Самаре. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Впереди период восстановления. Вместе с Ларисой на операцию в Самарский регион прибыли еще восемь жителей Снежного. По словам заведующего травматолога ортопедическим отделением номер 2 клиник Самарского государственного медицинского университета Дмитрия Кудашева, лечение проводится за счет выделенных на федеральном уровне КВОД. У всех пациентов деформация очень тяжелая. Это артрозы четвертой стадии, сопровождающиеся либо формированием костных дефектов, либо выраженных контрактур. Поэтому в ходе операции приходилось не только имплантировать стандартные эндопротезы, но и проводить какие-то сопутствующие этапы. Это костная аутопластика, это различный остеосинтез, это установка различных антипортрузионных систем. Через неделю все пациенты из города Снежное будут переведены в отделение реабилитации, где на протяжении двух недель их ждет физиотерапия, лечебная гимнастика, другие процедуры. После полного восстановления они смогут отправиться домой. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Воспитать настоящих патриотов своей страны, готовых в любой момент встать на защиту Родины. Участники молодежного форума ПФО «Иволга» встретились с председателем Самарской городской думы Алексеем Тегтевым. Парламентарий рассказал собравшимся о трудовых достижениях школьников, личном опыте пребывания в зоне СВО и методиках военно-патриотической работы. Подробности в нашем следующем сюжете. Вдохновить молодежь, поделиться опытом с коллегами и рассказать личные истории, которые найдут отклик в сердце каждого. Накануне участники форума «Иволга» посетили лекторию образовательной смены единства поколений. Организаторы пригласили почетных гостей выступить перед аудиторией. Одним из ключевых спикеров на экваторе форума стал председатель Самарской гордумы Алексей Тегтев. Самое главное не быть, как я всегда говорю, диванными экспертами, а собственными руками, в прямом смысле слова, собственными нашими идеями, двигать все это дело вперед. Парламентарий презентовал собравшимся изделия самарских школьников. Спецсредства, которые создают ребята, отправляют бойцам в зону СВО. Это штурмовые кошки, которые используются для разминирования, для форсирования препятствий, заменированного характера, и в том числе эвакуации раненых. Алексей Тегтев обсудил с коллегами и талантливой молодежью современные тенденции в области применения методик военно-патриотического воспитания. Парламентарий показал участникам сессии виртуальный фотоальбом, созданный во время пребывания самарской делегации в зоне СВО и рассказал собравшимся о личных встречах с бойцами на передовой. В завершении лектория спикеры и гости форума вместе исполнили бессмертную песню из культового фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Анатолий Головко, Константин Головин. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и спорту в Самаре можно благодаря акции «Самара в движении». Тренировка «Сделай тело» прошла в парке имени Юрия Гагарина. Наш корреспондент Ксения Баканова под руководством опытного тренера приобщилась к физкультуре вместе с активными жителями города и готова рассказать подробности. Гузель Кутлу-Гильдина до недавнего времени к спорту была равнодушна. Расписание тренировок увидела в социальных сетях. Решила попробовать. Затянула с головой. Идти заниматься теперь ей только в радость, ведь это интересно и полезно. И фигуру подточишь, и здоровье поправишь, рассказывает девушка. Я вообще первый раз на фитнесе начала ходить, честно говоря, поэтому сравнить нечем, но очень нравится. Бодро, весело, чувствуется прям, что мышцы есть и наконец-то они работают. Площадка для занятий организована в парке имени Юрия Гагарина. В парке Гагарина «Самара в движении» организована зона стадиона, где сосредоточено наибольшее количество занимающихся. Теперь там установлена дополнительная сцена, подиум для занятий. И с понедельника по пятницу с 17 до 21 часа работают инструкторы фитнес-клубов. Под руководством опытного тренера Ирины Красильниковой здесь проходит тренировка «Сделай тело». Занятия на открытом воздухе сильно отличаются от тех, которые проводят в зале, говорит специалист. Как минимум одно из главных отличий, что в зале ты тренируешься с большим количеством оборудования, если мы говорим про силовые программы. Здесь мы работаем больше с собственным весом, и именно в таких условиях тренер хорошо может прокачать свои профессиональные навыки. Здесь ты исходишь из своих талантов, от своей фантазии, от своего воображения и ориентируешься только на себя. Ну и, естественно, на настроение ребят, которые пришли заниматься. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Это знакомство, это дружба с активным здоровым образом жизни. И, как говорят некоторые тренеры, вот эти занятия разными направлениями, они людей раскрепощают, делают свободнее. И духовно, и физически. То есть, вот как-то есть большие плюсы. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Актуальную информацию и расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Друзья, не могу удержаться, решила присоединиться. Вниз, один, два, наверх, четыре, еще четыре, непривычно, но хорошая музыка, отличный тренер, заряжает настроение. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Футболисты «Акрона» продолжают победную серию на старте Первой лиги. В матче второго тура первенства «Тольяттинца» на выезде разгромили «Волгарь» из Астрахани. Баскетбольный клуб «Самара» и «Хоккейная лада» продолжают комплектовать свои составы, а «Самарский пятиборец» стал призером международных соревнований. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Футболисты «Тольяттинского Акрона» одержали вторую победу подряд на старте в Первой лиге. На выезде разгромили «Астраханский Волгарь». До этого матча «Тольяттинская» команда ни разу не побеждала в Астрахани, поэтому с первых минут старались изменить эту традицию. В самом дебюте матча Эльдарушев открыл счет. Перед прерывом хозяева его сравняли. Это только раззадорило гостей, которые во втором тайме трижды огорчили голкипера «Астраханцев». 4-1 победа «Акрона». Команда за счет разницы мячей занимает предварительное первое место в таблице. Назначены арбитры и инспекторы на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Игру «Крылья Советов Балтика», которая состоится в среду, будет обслуживать бригады под руководством московского арбитра Романа Сафьяна. Он уже судил один официальный матч самарской команды в 2020 году. В первенстве России «Крылья» на выезде обыграли омский «Ртыш». Американская баскетболистка Мэлори Бейтс – новичок клуба «Самара». Контракт с центровой рассчитан на один сезон. Мэлори – выпускница престижного университета штата Джорджия. Профессиональную карьеру начала летом этого года в чемпионате Австралии в команде «Олбори Вудунга Лэдди Бэндитс». За семь игр она набирала в среднем более 17 очков, делала более 10 подборов и совершала почти три блокшота за игру, что является лучшим показателем чемпионата. Два канадских хоккеиста заключили годичные контракты с Тольяттинской «Ладой». В наступающем сезоне КХЛ автозаводчанам помогут нападающие Трой Джозефс и Скотт Космачук. Оба спортсмена были выбраны на драфте НХЛ. Трое в 2013 году взяли в систему Питтсбург-Пингвинс, а Скотта в 2012 пригласили в Виннипиг-Джетс, за которых он отыграл 8 матчей. Оба канадца не закрепились в своих клубах и уехали покорять европейские чемпионаты, выступая за команды из Норвегии, Финляндии, Германии, Австрии и Швейцарии. В Нижнем Новгороде завершились международные соревнования по современному пятиборью Кубок Дружбы с участием лучших молодых спортсменов из России и Беларуси. Самарец Тимофей Попов завоевал две серебряные медали. В личном первенстве в дисциплине четырехборья Тимофей финишировал вторым, уступив Тимбулату Абшеву. Вторую медаль Попов выиграл в командном турнире в составе сборной команды «Россия-2». Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарской области будет создан международный межвузовский кампус IT-направление для размещения обучения и отдыха студентов и преподавателей шести ключевых вузов региона, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Федеральный проект строительства сети современных кампусов реализовывается в рамках нацпроекта «Наука» и университета Миноборнауки России. Телеграм-канал администрации промышленного района Самары рассказывает, как получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением заборов и железобетонных ограждений. Для получения муниципальной услуги можно обратиться в МФЦ, а можно получить услугу в электронной форме через портал «Госуслуг» или же обратиться в администрацию промышленного района по адресу улицы Краснодонская, 32, кабинет 107, телефон 995-92-87. Часы приема – понедельник и четверг с 14 до 17.00. 43 года прошло с тех пор, как ушел из жизни актер-поэт Владимир Высоцкий. Его творческий путь нельзя представить без Куйбышева, а имя Парда навсегда вошло в историю и жизнь губернии, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района. В Куйбышеве Высоцкий выступал в 1967 году. В первый раз в мае в филармонии ЭДК имени Дзержинского, во второй раз в ноябре уже на сцене местного дворца спорта на улице Молодогвардейской. Тогда он дал два концерта в один день, и оба прошли при полном аншлаге и стали первыми стадионными концертами в его карьере. Улица Высоцкого появилась в Самаре в 1998 году, к 60-летию со дня рождения артиста. В областном центре можно прогуляться также по скверу Высоцкого, где в 2000 году установили памятную стеллу с гитарой в его честь. В 2008 в день 70-летия Барда возле дворца спорта на Молодогвардейской появился еще один памятник поэту. А в 2021-м после реконструкции здания обновленному дворцу спорта присвоили имя Владимира Высоцкого. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи!